здравствуйте здрасьте как вас дела расскажите ничего потихонечку ой давайте познакомимся как как вас зовут если не секрет познакомиться вряд ли меня вообще зовут александр из города харькова что вы делаете в чат рулетки что вас интересует такого слушайте я понимаете понимаю данный напиваюсь я трезвый никогда здесь не бываю я когда напиваюсь я всегда захожу чтобы пообщаться если честно с украинцами и как бы услышать нормальные вообще скажите что вы пьете пиво пиво вы пьете пиво вы знаете я прошу прощения у меня инструкции записано что с людьми бухими я не могу общаться скажите мне что-нибудь если вы хотите со мной пообщаться приведите какой довод что ну таскать чтобы я отступился от этой инструкции довод в том то что я не типичный россиянин я не пью пиво просто потому что я россиянин ничего не понял ну я вы просто я так понял вы этот стример вы сейчас на стриме да ну тут людей мало поэт я же очень молодой начинающий вы же видите дело не в этом короче я вам так скажу да мало ли то что я пью пиво ну как бы пока я в адеквате я в рулетке если я понял скажите у вас высшее образование нет у меня не окончены выше не оконченное высшее да то есть вы сейчас учитесь или вы бросили или там вас выгнали работаю я работаю а а есть надежда что вы получите уже таскать вас будет полное высшее образование есть надежда да но она блин вот если в перспективе смотреть года через два я только поступлю просто на образование которое я хочу поступить там определенные есть условия я понял скажите пожалуйста вы учились по какой специальности экономика экономика а хотите получить образование какое кинорежиссура кино режиссура ну серьезно она а вывод хотите снять какой-нибудь фильм такой очень хочу к блин я понял извините не ну я послушайте меня я вот считаю что если например человек хочет 100 ну вот хочет учиться вот пока по специальности кинорежиссура и он не мечтает там я не знаю ему не снится ночью искать как он снимает фильм там оскар там я не знаю 10 оскаров то это таскать ну просто ерунда какая-то это хирург который боится крови там бинтов криков пациентов и так далее я с вами согласен нет у меня немножко вы сказали про оскар и там может быть каны можно зацепить там золотого медведя берлинского я вам так скажу у меня цель не и наградки и статуэтки вот эти у меня цель донести для людей информацию хорошо а какой фильм вы хотите снять какую информацию вы хотите донести до людей ну блин раз ну 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 вот смотрите я сейчас с вами общаюсь если меня спросить на тему ну которой я сейчас занимаюсь которая придумаю я могу до до завтрашнего утра пока я таскать не усну рассказывать чем я занимаюсь что я делаю ну если я веду как специалист специалисту вот какие проблемы как их можно решать там могу взять доску там маркер и описывать там формулы писать и так далее вот какую мысль вы хотите донести до людей ну хотя бы несколько этих мыслей в моем лучшем сценарии вот с которым я хочу петчинговаться как бы и в принципе претендовать на что-то мысль такая не всегда добро это есть добро не всегда зло это и зло я сейчас вам объясню ну я в принципе ну как чуть-чуточку понимаю о чем да да иногда злое действие порождает добро а иногда доброе действие порождает зло и вот про это мой будет фильм это что но это такую мысль мефистофель по моему газ да 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 согласен с вами я у него если честно и украл но я ее немножко преобразовал на нашей реалии я понял дело все в том что эту мысль на самом деле мефистофель ну и йоганн гёте придумал не сам она существовала еще до него в частности у греческих философов ведь от греха крат не улит сократ как же он мучил так сказать вопросами своих собеседников в вопросах добра и зла а вы смотрели фильм дудя про колыму досмотрел конечно вы знаете я вот посмотрел фильм друзья покол им ну прокал колыма родина нашего страха посмотрел несколько фильмов про фильм дудя и посмотрел несколько фильмов про фильмы про фильм люди а ну такая уже трехступенчатая конструкция чтобы вы могли сказать про этот фильм как вот я running видите я вам так скажу фильм дудя смотрится очень убедительно. И вот я вам так скажу, я тоже посмотрел и посмотрел тоже фильмы про фильмы, и посмотрел фильмы, которые разоблачающие его. И в принципе, я не фанат исторических наук, я вам так скажу сразу. Для меня история – это прошлое, для меня самое важное – это будущее. И только думая о будущем, мы можем дальше прогрессировать. Это мое мнение. Ну, я вам так скажу, про фильм Дудя для меня очень удивительно было, когда Королева, ну это факты, то, что он сидел, и то, что он как бы подвергся репрессиям, для меня было как бы, знаете, как, вот был бы я Королев, меня бы кинули в тюрьму, вот эту, в Сталинскую, потом бы отпустили, я бы потом не собирал бы я им ракету. Я бы ей сказал, идите вы нахер, ну вот мое такое мировоззрение. И меня удивляет, почему вот этот человек, ну и как бы многие люди, кто прошел ГУЛАГ, а это факты исторические, это не то, что мы с вами придумали, это факты. И меня удивляет, как были люди зомбированы, то, что они, ну, они не верили, и вот, вот это вот его дочка или внучка, я если честно не помню. Дочка, естественно, это дочь, дочь, это же очень пожилой человек, если я не ошибаюсь, она 1935 или 1936 года рождения. Вот, вот, и она, и когда она говорила то, что они с матерью плакали, когда Сталин умер, для меня это был, знаете, как конструктивный диссонанс. Я понял, я понял, когнитивный диссонанс. Да, 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 вы меня правильно попрали, я просто выпил, да, 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 вот, и мне, знаете, этот фильм как бы нового ничего не открыл, я просто солжениц на все прочитал, как бы, знаете. А вы не читали книгу, ну, как не авто, а просто биография Королева? Я, по-моему, я не помню, журналиста Голованова, вот забыл его имя, честно говоря. Нет, 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 не читал точно. Значит, дело все в том, что в советское время был журналист по фамилии Голованов. Ага. И вот он, значит, писал биографию, написал биографию Королева, достаточно подробную. И там он описывает следующие вещи, которые, ну, я несколько раз читал эту книгу, потому что мне это было очень интересно. Ага. Вот. И он описывает там следующее, что когда арестовали Королева, Королева. Ведь Королев был очень такой человек волевой, настойчивый, такой вот, ну, как говорится, с таким мужским началом. Ну, да. И вот, значит, ну, это я сейчас немножко еще из других источников добавляю, это самое. И вот, значит, когда Королева арестовали, его сначала поместили в одиночную камеру. И он очень хотел, он же думал, он же не знал, когда его вызовут на допрос. И вот он очень хотел, чтобы следовать, ну, встретиться со следователем. И на следователя наехать, что это не Королев, ну, предатель, преступник там и так далее. А что это следователь, если он будет мучить, ну, как-то сажать Королева и так далее, что, значит, что это сам следователь виноват. Что это не Королев преступник, а что сам следователь преступник, если накануне войны вот такого человека, он, так сказать, не дает ему работать, там, держит его в тюрьме и так далее. И вот какое-то время, если я не ошибаюсь, недели две Королева не вызывали на допрос. И потом вызвали, если я не ошибаюсь, это было ночью. И вот Королев зашел в кабинет следователя, и следователь за какую-то долю секунды, вот, он же был частью вот этой дьявольской машины по уничтожению людей. Да, конечно. И он сразу же просек, он увидел взгляд Королева. Он увидел человека, который сейчас будет качать права. Ну, я так образно говорю. Ну, да. А как вы думаете, что сделал следователь? Ну, позвал ребят, чтобы он соглашался на все объединения. Он плюнул в лицо Королева. За несколько метров и попал, между прочим. Вот это я не знал. И Королев бросился на него, ну, потому что у него такая была естественная реакция. И следователь подловил его на этом и ударил его по яйцам. Очень сильно. Они там у него потом, это самое, если я не ошибаюсь, даже было тяжело штаны потом застегнуть, у него опухло все это. И Королев упал на пол, и если я не ошибаюсь, как в фильме написано, стал царапать этот пол, ну, вот этого вот кабинета пальцами. И следователь взял, снял штаны и поссал на него. И позвал охранника и тоже говорит, помочись на него. И в камеру. И потом, так сказать, вы знаете, в чем обвиняли Королева? Ну, я имею в виду, в приговоре, что там было написано, который, кстати, подписал Королев? Именно вот, что написано было, не знаю. Что он троцкист. Королев был такой троцкист, как я, балерина. Он был инженер, который мечтал о полетах в космос. Там троцкист, ну, где Королев со своими ракетами, и где троцкисты, и где троцкий. Это было просто немыслимо. Потом очень большое количество, так сказать, инженеров, техников, специалистов было арестовано. Они не могли за него вписаться. Они были арестованы тоже. Нет, нет, нет. Потом, согласен с вами, люди еще арят. Нет, потом Туполев, в частности, его вытащил вместе с Глушко. Люди за него. Ну, я вам знаете, как скажу? Я вам скажу откровенно. То, что было раньше, это уже история. И эта история, какая бы она ни была, допустим, плохая, хорошая, неважно, она на нас не повредит. Я такой человек. Я понял. Как вы думаете, а почему такое количество людей стало опровергать фильм, ну, не соглашаться с выводами фильма Дудя? Достаточно мягкого фильма. Я бы, например, еще более жесткий фильм, ну, если я так образно говорю, я не Дудь и не могу такие хорошие фильмы снимать. Дудь, кстати, в своем фильме показал две стороны медали. Он и показал людей, которые за Сталина. Ну, как бы. Ну, да. Он и показал. Да. Но общая мысль Дудя, тем не менее, ну, вот, как бы, мы же понимаем, что он хотел сказать. Вот. Почему, как вы думаете, как вы думаете, почему так, так сказать, народ возбудился и стали снимать, очень большое количество вышло, может быть, даже тысячу, так сказать, роликов вышло на фильм Дудя? Как вы думаете, почему это произошло? Я вам скажу. Ну, тут две стороны медали, опять же. Смотря кто это опровергает. Если это опровергают типичные неизвестные блогеры, ну, как бы, известные, но у них маленькая аудитория. Если это так, они хотят просто подмазаться к власти. Ну, мое мнение, это, опять же, не истина. Они хотят подмазаться к власти, войти в общий тренд, и типа, смотрите, я против этого фильма, меня не трогайте. Ну, есть же разные, а есть, например, достаточно серьезные блогеры, ну, российские. Ну, допустим, Дмитрий Пучков, вот вы его по-любому видели. Ну, гоблин, ну, кто его же не знает. Ну, он идеологически, он действительно искренне так считает, потому что он собок, ну... Ну, ватник по-нашему. Да, он... Как вы думаете, вы согласны, вы видели фильмы, которые опровергают фильм Дудя? Да, я их все посмотрел. Что вам, ну, все невозможно посмотреть, ну, тем не менее. Ну, какая основная мысль, когда они про Королева говорят? Что вам запомнилось из аргументов этих людей? В чем они не согласны идеологически с Дудем? Именно про Королева? Да. Ну, там же много аспектов. Ну, вот давайте именно про Королева, да, потому что тут... Они просто говорят это все ложь, то, что он там прилипал от мороза к этим деревянным хуйностям. Они говорят то, что он там жил отдельно, у него были отдельные условия, и он там свои чертежи делал, и его никто не трогал. Типа, он в лагере был, как этот... Ну, на самом деле, основная мысль, как мне кажется, там такая, что Королев был виноват. Что он был виноват не в том... Ну, понятное дело, что, так сказать, говорить о том, что Королев был виноват в троцкизме, даже у этих балбесов, ну, скажем так, язык не поворачивается. Но... А чем он тогда был виноват? А они говорят о том, основная мысль, что он нерационально, что он растратчик. А-а-а, да. Что он плохо, что он растратил, ну, тратил государственные деньги на какие-то там разработки, прожекты там и так далее. Вы правы, да. Что он был виноват, но просто тогда, типа, так сказать, не написали в приговоре, что, так сказать, Сергей Павлович Королев там деньги плохо тратил. А... обвинили его в этом самом... в троцкизме. А по сути, типа, правильно. Ну, слушайте, ну, это же понятно, то, что, как бы... А как вы думаете, вот, большинство ваших людей, они... Ну, в смысле, все россиян. Россиян. Они поддерживают эту мысль Дудя или больше склоняются к Пучкову и прочим там вестникам бури? Большинство, понимаете, тут еще я вам хочу обозначить такую вещь, то, что есть старшее поколение, есть более младшее поколение. и, как бы, это тоже очень большая разница. Я понял. А ведь фильм Дудя критиковали, я прошу прощения, и старики, и молодежь. Молодежь в меньшей степени его критиковала. И молодежь... Я понял. Как вы думаете, почему Дудь вызвал такую реакцию у вот этих вот совкодрочеров? Потому что он сказал правду. Я думаю еще и потому, что он был ориентирован на молодежную аудиторию. Если бы это был бы какой-то старый дед-профессор, ну, который интересен старшему поколению и так далее, а Дудь, он же ведь зацепил молодежь. Вот именно поэтому, так сказать, это вызвало у них такую реакцию. Извините, можно я вам сейчас скажу? Да. Сейчас в России такой тренд идет. У нас сейчас разделение полное идет. Старшее поколение, извините за грубость, совковое, которая там верит в Путина, в РПЦ, и во все, что им скажут вот по телевизору, что сливной бачок им сливают и прочее. Есть новый тренд, который молодежь. Я вот лично... Ну, Навальнято, что ли? Не, не, Навальный, ну, лично, знаете, как я вам скажу, для меня лично Навальный, это как Оруэлл, я вот читал, 1984. 1984, да. Да, для меня это 1984, вот правда. Ну, как бы, нет, а сейчас вот есть люди, молодежь, после, вот я 93-го года, я уже, грубо говоря, ну, старпер для России, а есть ребята 99-х годов, 2000-х, они, они ничему не верят. Им вот, вот я к ним приду, допустим, 93-го года, я им скажу там, вот Путин хуйло, они скажут, да, Путин хуйло, ну, и ты хуйло, и вот, вот, вот это сомнение. И Навальный хуйло. Да, 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 и вот это их сомнение, оно и сделает будущее нашей страны, вот я так считаю. И они не верят. А где же здесь конструктив? Ведь для того, чтобы что-то делать, надо иметь какую-то основу, ведь если, как вы говорите, они ничему не верят, если все для них хуйло, то как они будут, так сказать, ведь нельзя же, ну, что-то строить, исходя из того, что вот это плохо, вот это говно, вот это говно, материал говно, чертеж говно, там, и тогда, примеры все говно. как же тогда что-то созидательно делать? Особенность нашей страны такова, то, что у нас самое главное сначала снести нашу власть. У нас такая задача, типа, вот как власть это будет снесена, а там уже по мере, знаете, как, вот это очень глупая поговорка, ну, она как бы для нашей России, она действенно, решая вопросы по мере их, решая проблемы по мере их восприятия. Я хотел бы вам один пример из истории привести. Значит, когда были рабовладельческие государства, и, собственно говоря, другого варианта, кроме, так сказать, рабовладения, люди просто перед собой не видели, то одно из рабовладельческих, восстании рабов закончилось удачей. То есть, рабы победили. Как вы думаете, чем это все закончилось? В итоге их повергли. Нет. Вот именно, что рабы победили окончательно и бесповоротно. Честно, я исторически очень слаб. Расскажите мне, мне очень интересно. Вот это, ну, скажем так, часть наиболее активных рабов, сами стали рабовладельцами. Это как на зоне, что на зоне выделили этих самых, забрали зоны опущенных, и куда-то их, значит, переселили на отдельную зону. Ну, вот забрали вот этот вот контингент из, так сказать, из зоны и переселили их на отдельную зону. Так вот, у них появились свои опущенные. То есть, вот, будучи все там, так сказать, опущенными, оказавшись сами, так сказать, в отдельной зоне, они сами разделились на, так сказать, типа, скажем так, нормальных, вот, или там, я не знаю, там, каких-то там в законе, опущенных в законе, и опущенных опущенных. То есть, у них перед головами уже так сидела вот эта вот, вот эта вот модель устройства вот этой зоны, что они просто не, ну, как это самое, они ее просто повторили на этой зоне для опущенных. Только там были, так сказать, опущенные в законе и опущенные опущенные. Ну, знаете, как бы, я вам так отвечу. Эту власть нужно свергать, ну, у нас в России. Это факт. да, у нас царизм свергали, коммунисты и пришли вот к террору. Ну, согласен. Кстати, это ваш пример, то, что вы мне сейчас говорили, это то, оно и есть, то, что, ну, люди одни свергли, а потом опущенных сделали. Но, дело не в этом. У нас в России как бы нужно свергать власть и нужно самое главное делать демократию, вот как в Украине сейчас. Выбрали Зеленского. Вот, если честно, без обид вообще к избирателям Зеленского, я не знаю даже, как он вектор поведет правление своего, но я был за Порошенко, ну, вот, если честно. Ну, вот, как, если бы вы голосовали, вы бы проголосовали за Порошенко. Да, я доброжелательно отношусь к Украине, я считаю, то, что Майдан это великое вообще, блядь, торжество, сука, демократии. И я бы за него голосовал, но видите, как Порошенко, если бы был пидорасом, он бы сделал, как Путин. Типа, я понял, я понимаю вашу мысль, он подмял бы под себя, стал бы диктатором. Да, да, а он честно проиграл в выборах, вот как вот обратите внимание, я прошу прощения, Саакашвили в свое время. Да, да. Все это самое, необходимо, чтобы власть менялась, ведь, ну, есть такая мысль, что, ну, скажем так, тут есть определенные, скажем так, натяжки, что молодой Сталин был, ну, как, сравнительно неплох, что молодой Хрущев, я имею в виду, молодой, это, когда он еще не, 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 не пересидел на стуле, был сравнительно неплох, что молодой Брежнев был сравнительно неплох, А потом крышу-то кроет. Вот. И есть мысль такая, что и молодой Путин, несмотря на чрезвычайно там и чеченские, все эти вещи и так далее, но, по крайней мере, он не допускал, вот, так сказать, войны с соседями. Хотя, конечно, вот, ну, чеченская война со всеми делами, она ему досталась реально в наследство, в наследство. Конечно же, это отвратительно. Здесь я с вами по поводу Путина не соглашусь. Вы знаете, я и сам с собой не соглашаюсь. Это я привожу мысль другого человека просто в виде дискуссии. Я и сам, я и сам с собой, не только вы со мной не соглашаетесь, я сам с собой не соглашаюсь. Можно я вам по поводу Путина скажу? Скажите. Путин, это он пришел к власти, во-первых, не забывайте, кто он, ну, изначально был. Гебня. Ну. Да, гебня, да. И, понимаете, то, что вот эта война, вторая чеченская, вообще, это все полностью гибридная война, она полностью организована Кремлем. Ну, можете мне верить, можете мне... Я понимаю, о чем вы говорите. это все, понимаете, это все, этой войны можно было бы кровопролитие вот этих парнишек, которые там отправляли там и все такое. Ну, вот этот вот сахар, гексоген в мешках для взрыва дома. Это же все Путин, он же не мог об этом не знать. Ну, вы-то, как взрослый, адекватный человек, вы это все понимаете. Ну, так я же говорю, я сказал только сахар, вы сразу поняли, о чем идет речь. Конечно, конечно. И вот эти все взрывы, вы понимаете, то, что если бы, блядь, он не знал об этом, да, если бы, это не может быть, чтоб об этом он не знал, это все было специально сделано, чтобы началась вторая кампания. И, я вам так скажу, просто игра на рейтинг за счет кровей 18-летних чуваков, которые вообще не понимают, что происходит. Вот, знаете, вот на Донбассе, я просто, вы как украинец, ну, я вам хочу сказать так, и я желаю то, что Украина была независима. Естественно, вот, вот я вам так скажу, Крым, блядь, вернется в Украину, это 100%, потому что, ну, не может быть иначе. Будапештский меморандум, во-первых, во-вторых, мировое влияние, и как бы, тут иначе никак не может быть. Это я понимаю, но дело не в этом. То, что, блядь, украинские граждане погибают на Донбассе. Я сегодня, кстати, был на похоронах. Вот. Это, блядь, это, знаете, если вы зайдете на мой канал, называется Александр Беспалый, вот у меня сегодня выложен ролик, ну, сейчас запись идет, но вашего лица не будет. Это самое, ну, я просто говорю. У меня сегодня, я был на похоронах, у меня сегодня выложен ролик похороны. 25 лет парню, снайпер, с дистанцией 1200 метров. Ну, вот это самое, из батальона Донбасс-Украина. Лично я его не знал, но я хорошо знал вторую штурмовую роту, откуда он. Вот я сегодня был, ну, как сегодня был днем, я был на похоронах, у меня ролик сегодняшний, вот, я вернулся с, так сказать, прощания с ним, и я выложил ролик, вот у меня на канале Александр Беспалый, этот ролик. Слушайте, мы в эфире сейчас? Нет, идет запись, но ваше лицо закрыто шторкой. Слушайте, можно я вам сейчас что-то расскажу? Вы сможете это своим подписчикам рассказать? Я просто, если что, выложу эту запись, вашего лица не видно. Мне пофигу. Ну, я просто говорю на всякий случай. Я свободный человек, в несвободном состоянии, мне пофигу. Вот они сейчас, они будут вас слышать, а видеть не будут. С шторкой закрыто лицо. Хорошо, что так, дело не в этом. Я вам сейчас расскажу ситуацию. Я призывник, я призывник, 13-14 год, я служил в армии. Я попал в морскую пехоту Балтийского флота. Туда-сюда, все хорошо, парад в МФ, и как бы мы, я помаршировал полнедели, ну, у нас этот, я понял то, что я ебал этот парад, я обхуяк, загасился в калечку. Ну, в армии калечка, это считается госпиталь. Я, типа, прикинулся больным, все это прошло, и все, ребят отправили на парад, я пришел в армию, ну, обратно, типа, служить. У нас часть была хорошая, и к нам в кубрик приходят люди, называют фамилии, все туда-сюда, в командировку, нахуй. Мы прилетели в Воронежскую область, на самолете, там, туда-сюда, в Воронежская область, мы прилетели, нас на КамАЗы посадили, мы на границу с Украиной приехали, я не знаю, где именно, понимаешь, я в географии, друг, вот я тебе рассказываю, но я тебе честно скажу, друг, я в географии очень плохо. А я прошу прощения, какого года рождения? 93-го. А, все, я понял. И нас привезли туда, и мы там, знаешь, вот как вот, знаешь, медаль, Medal of Honor, ну, мы все в нее играли, и вот там вот, мы такую, вот как у Фашиков были, вот эти сооружения, мы такие же выкапывали, там, все делали, там, блин, полностью. Я там сидел, и нас на блокпосте, и вот, вот мы были, морская пехота, Балтийского флота, а была морская пехота, Северного флота. И мы между собой, ну, взаимодействовали, там, общались, там, болтали, туда-сюда, и мы на блокпостах были, еще что-то. И меня поставили на блокпост, и когда первые Камазы оттуда пошли, у меня, блядь, вот, если честно, крышу туда сорвало. Просто сорвало, ну, знаешь, я стал неадекватен, именно в тот момент, когда, вот, знаешь, Урал, Людеет, ну, Урал Людеет, это на нашем, жаргонском сленге, это значит то, что, типа, этот, там 20 человек, туда влазит, там скамейки лежат, а там скамейки задвинуты, и там просто скиданы трупаки ебаные. И просто, он когда останавливается, и стекает вот это кровище, нахуй, с машины. Это очень, это, это очень страшно вообще осознавать, и смотреть на эту хуйню. Ну, это смотри, это вот таким вот, вот, и в том числе, и таким снарядом тоже делалось. Слушай, друг, в том числе и им, ну, просто, я тебе так скажу, то, что люди там были накиданы, как, знаешь, как вот, ну, ты вот кушаешь банан, выкидываешь мусорку, поел сосисок, упаковку скинул в мусорку. Вот эта мусорка, это были и они. И типа, и все, что, знаешь, в мусорке как, типа, с банана, там, или с сосисок, отливается там, и вот с них, и они просто, знаешь, а мы как бы на блокпосту стояли, наша была обязанность тормозить всех, и типа смотреть, о, там вы пидор или нет, там, ну, грубо говоря, я тебя утрирую. И они тормозят, и у них с борта Урала, сливается кровь, понимаешь, вот они как, они как нахуй, вот морковь в соковыжималке, просто, там, и вот течет, и они просто накиданы, как, знаешь, как уебаны ссаны, с них ничего не снято, блядь, никакой амуниции, ничего, блядь. послушай, это же ведь очень плохо действует на моральный уровень солдат, которые находились там, ну, те, которые видели. Нет, 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 солдаты, которые это видели, я за себя сейчас не говорю, я говорю сейчас за своих напарников, они это видели, и говорили, эээ, хохлы, ебаны, нам надо им отомстить, и все такое, понимаешь? Я понимаю. Блядь, я смотрел то, что, я-то понимал, то, что мы, блядь, вообще, в принципе, блядь, вторгаемся, это вторг, нахуй, ну, а они, они, понимаешь, они увидели этих трубаков, и для них это как красная тряпка, и вот они, посмотрев на это, они пойдут на Донбасс, и будут хуяриться, вот поверь мне, они не понимают то, что вот это мясо, вот, и не, самое страшное, вот, не то, что они там ехали, там, или еще что-то, самое страшное, это мы их тормозили же, ну, осмотреть машину, для меня лично, ну, потрясение моральное, это было, когда, знаешь, борт, он же в Урале закрывается, из кончиков это в борт, он когда, когда он едет, это же нихуя незаметно, и он останавливается, и вот, и она нахуй капает с борта, когда, блядь, я понимаю, просто это со всех этих вот ушек, просто, ну, ну, хорошее, блядь, вот у меня, у меня тогда, знаешь, блядь, я сам чуть не повесился, если честно, без блядь, без блядь, блядь, контрактник, один срочник, и мы грузили, урал, не вот эти вот, с крестом, путинские камазы, а другие, другие, там еще, там, блядь, там, пиздец, там, такой поток был, то, блядь, никто, блядь, ебать, в Нормандии бы, америкосам, такое оружие дать, они бы немцев, за пять минут бы смели, но, дело не в этом, мы просто, проезжали камазы, такие, знаешь, большегрузы, мины, нахуй, мы, сами, в учениях, когда участвовали, нам, в гнилых ящиках, давали мины, типа, вот, нахуй, нас, и мы стреляли, я, миномет нам был, подразделение, а миномет какого калибра, 83, этот, 82, а, 82, во, 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 скажи, вот это вот, от, от, какой, во, что это, вот, вот, это вот, наша тема, блядь, не, это, не, 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 это больше, это, это, ну, это, 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 не, это 82, амина, у нас, короче, были меньше тогда, меньше, понятно, меньше, меньше, короче, ты, я просто, знаешь, я, как бы, ну, или 83, как ты говоришь, 82, да, короче, миномет, труба, типа, не вот это вот, с колесами, который, а, который, плиту ставишь, быстренько, оп, а, ну, легкий миномет, да, 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 вот с такого мы хуячили, и, мы хуячили, нам давали гнилые ящики, там, знаешь, ну, чтоб выстрелили, и выстрелили, да, мы, блядь, разгружали, когда фуры, именно с нашими боеприпасами, мы боялись, как бы мы сами не въебались, потому что там, пиздец, блядь, гниль, ебаная, это, упаковка уже по, это еще совка было, это еще мой батя, наверное, должен был с него стрелять, а, он просто во флот попал, я это шуточно говорю, а, когда, блядь, туда мы отправляли, там, блядь, новые ящики, новые все, запечатаны, гранаты, нахуй, вот эти, блядь, F1, эти, как его, наступательные гранаты, ну, лимонка, лимонки, они, нахуй, вот мы, когда лимонки кидали на учениях, у нас лимонки были, знаешь, блядь, эти, может быть, ну, ушатанные уже, я понимаю, нет, 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 не, лимонки были новейшие, как, как надо, ящики с лимонками, они, блядь, как будто их, блядь, вот как будто они во вторую мировую еще лежали, а нахуй, когда мы лимонки грузили туда, блядь, это были на, там, знаешь, сосной пахло, вот мы грузили, и сосной пахло, потому что, блядь, это было дерево, куда вот это все вбивали, это было, и я такой думал, блядь, что за хуйня, и знаешь, я уже тогда, сука, понял, что за хуйня, мне, блядь, пиздец, я нахуй, не хочу вообще в этом мире существовать, потому что, это вообще не нормально, это просто пиздец, это, это знаешь, это не соответствует действительности, это знаешь, вот как вот, как ты в игру компьютерную играешь, у тебя залип компьютер, и все, и вот у меня залип компьютер в моей жизни, после вот этой всей хуйни, когда, блядь, это просто, это, это нахуй несоизмеримо с адекватным восприятием вообще человечества. Ну и чем это все закончилось? Да ничем нахуй, нас обратно, а, я тебе не скажу, короче, была такая тема, то, что у нас был такой командир, капитан, я тебе его фамилию в целях безопасности не скажу, ты уж меня извини. Да ничё страшно, говори в рейд. Он, кстати, сейчас в дисбатях, он сказал, типа, я свое подразделение не поведу туда, типа, он начал выебываться нахуй на, а там же, знаешь, командующие там артиллерии, хуерии, там всякой хуйни, он с ними ругался туда-сюда, и он, короче, сказал, а какая должность у него была, на какой он должности был капитан? Командир батареи. А, командир батареи. Командир батареи минометов или орудий? Не могу сказать. А, В целях его и своей безопасности. Я понял, хорошо. Короче, он был командир батареи артиллерийской. Минометов или, блядь, САУ, это уже не в этом дело. Ну, не в этом дело. Да, 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 он нахуй, он при мне, вот, мы строим, стоим, он при мне, этому фашисту, говорит, мое подразделение не готово для участия в боевых действиях. Он на него говорит, почему? Тот говорит, потому что мое боевое действие давало присягу защиты, блядь, страны, а не, блядь, туда-сюда, блядь, и я, если честно, чуть нахуй не обоссался, когда, а знаешь, а большинство из нашей батареи просто типа думали, о, долбаев, там, туда-сюда, поехавший. И вот я и некоторые ребята, а я вот, когда на него смотрел, я думал, ебаный в рот, что ты творишь, нахуй, ты же, блядь, свою карьеру, он сейчас в дисбатах, я не знаю, может быть, он уже вышел, не знаю. и у нас поднялась паника вообще по бригаде, и поэтому на Донбасс поехал Северный флот, а не Балтийский. Нас же тоже туда на границу к вам подвели, типа, блядь, а-а, заебись, там хуярится, и, короче, Северный флот и в итоге за аэропорт хуярился, и сейчас у вас там на Донбассе Северный флот присутствует, это факт. Ну, ты сам об этом знаешь. А Балтийского флота там нет только благодаря этому капитану. Его фамилию я не зову в целях безопасности. Благодаря, не знаешь, не благодаря там полковнику там, который там, или служащему, благодаря капитану, командиру одного из подразделений, и он такой шум поднял нахуй, он такой шум поднял, и он нам всем говорил, вы че, сука, долбоебый, сюда, я же сам, блядь, вот я тебе скажу правду, я же сам добровольно типа подписал, типа, да, еду в командировку, да, там, а знаешь, как у нас было? В Украине беда, сепаратисты Украины, типа, блядь, пытаются там в Украине, типа, пренебрежь демократии, ну, что-то такое, знаешь, я подписывал, типа, я хочу Украину защитить, потому что я, блядь, люблю Украину, и я такой, ааа, тоже туда шел, и этот, блядь, чувак, нахуй, капитан был, я тебе его фамилию не скажу, и он, нахуй, блядь, сказал, идите вы, да вы че, ебанаты ссаны, и все, и, короче, я потом... Но это бригада у вас была, этого самого, морской пехоты? Бригадная организация? 36-я бригада, ебаный в рот, этот, Балтийская флота, 36-я бригада, ну, блядь, сразу, 336 вводи, бригада, и ты в гугле сразу, это, понял, это Балтийская флота, да, да, это очень боеспособное подразделение, на самом деле, я там служил, я тебе скажу то, что, вот если это подразделение кинуть куда-нибудь в месиво, блядь, это очень сильная хуйня, ну, это не то, что там, знаешь, потерянные люди, которые не знают, что с автоматом делать, я лично, меня вот как обучали, блядь, я, блядь, ну, оборону, как минимум, я так займу, то, что ко мне хуй кто подойдет, ну, и этот человек, он тоже в нашей бригаде служил, сейчас он, конечно, там не служит, ну, и мне кажется, я, конечно, не уверен, мне кажется, из-за него нашу бригаду не послали вот туда, и я, блядь, я, ну, ноги буду целовать, если когда-нибудь его встречу, вот, честно, это, блядь, я просто, когда, потом уже, домой приехал, прозрел, когда, вот, знаешь, а нам как, знаешь, доводили, мы в лесу еще когда были, северян уже тогда посылали, а мы в лесу были, и нам доводили, знаешь, как, о, типа, такой-то, такой-то матрос, самоубился, 762, блядь, как ты 762 самоубьешься, ну, калибр, это надо с СВД себя заебашить, или с пулемета, это как минимум неудобно, и, потом, когда нас после вот этого кипиша всего отправили обратно, нам доводили по северному флоту все, или суицидник, или, знаешь, никогда не было суицидников, а тут, нахуй, блядь, 8 суицидников, за месяц нам доводят, типа, о, суицидники, хули они, блядь, контрактники, блядь, засуицидились-то, ну, типа, никогда, блядь, не суицидились, а тут засуицидились, ну, это же долбоебы, ясно, ебаный в рот, пиздец, короче, пизду, ну, друг, я и так распиздился, короче, я тебе так скажу, это все очень несправедливо, и это все, нахуй, не достойно жизни вообще, в принципе, это, только физическое уничтожение, больше этих людей не исправить, вот так я тебе скажу, а вот тот капитан, я тебе его фамилию не скажу, это герой России, и пройдет время, я думаю, то, что он его получит, вот так я тебе скажу, знаешь, он своим, своей выходкой, он, не то, что, блядь, он спас, нахуй, тысяч, не тысячи, сотни украинцев, он спас, своей выходкой, и, блядь, десятки россиян, я сейчас не въебываюсь, то, что, типа, российская армия, круче, я слушаю тебя внимательно, я понимаю, что ты говоришь, просто, эти, как, оружие, которое, вот, было именно, вот, в его власти, оно, именно, научное жение, десяток было, а это был, четырнадцатый год, или пятнадцатый, четырнадцатый, четырнадцатый год, да, 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 лето или осень, осень уже была, да, осень, осень, я понял, я просто сам, как бы, я выпил, я вспоминал, да, осень, как раз-таки, Славянск, там, туда-сюда, этот, как, и нам, знаешь, что, самое главное, у нас же, и у нас, и у северян, северный флот, который потом пошел на Донбасс, и убивал украинцев, ты пойми, их тоже, потому что, и нам, и им, говорили, знаешь, как, в Украине, нестабильная власть, а, блядь, какие-то фашисты, нахуй, решили ее свергнуть, да, 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 и нам всем это так говорили, и я лично, я лично, блядь, добровольцем шел, в эту хуйню, пока меня, вот, мой, как раз-таки, капитан не образумил, вот, честно, если бы не этот капитан, я бы, ну, может быть, не до сих пор, я, как бы, адекватный человек, я смотрю, я просто тогда в армии служил, как бы, как, я защитник родины, там, я, я в армию шел-то, не то, что меня забрали, я, изначально я просился, в нормальные войска, как бы, все, ну, морская пехота, там, да, 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 и для меня это была гордость, типа, вот, отслужить нормальной части, и, на тот момент, у меня не было никакой информации, типа, и нам, как рассказывали, в Украине, наши друзья, их там, блядь, пидорят, нахуй, фашисты, и я такой, ааа, пидорасы, фашисты, я прошу прощения, ты контрактником был, или, срочником, срочником, да, но, к тому времени, к 14 году, у тебя хотя бы год уже был, службы, или полгода, как, нет, у меня было, это, да, 7 месяцев, 7 месяцев, ну, по полгода, это самое, да, 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 я, как бы, блядь, я, я, понимаешь, я жил лучшего, вообще, ну, Украине, и я такой, добровольцем пошел, типа, аа, там, я все бумаги подписал, типа, пускай я срочник, типа, похуй меня то, что убьют, мне до пизды, я все эти бумаги подписал, блядь, если бы не мой капитан, меня бы, блядь, заебажили, и вообще, в принципе, я бы, блядь, не познал истины, если бы не мой капитан, а капитан говорил, вы че, сука, делаете туда, и он нам всегда, знаешь, у нас как была хуйня, построение, он настроил, и говорил, типа, и он тоже, кстати, сначала, изначально говорил, типа, вот, давайте, блядь, этих пидорасов намнем, там, они охуеют от жизни, а как получилось, что он изменил, вот, свои взгляды, а он, на передовой, они на вертушках туда летали, у нас был десантно-штурмовый батальон, и ДШБ, десантно-штурмовая рота, они на вертушках в Славянск летали, короче, и они там высаживались, там, свой экипиш делали, и он, короче, на одной из вертушках тоже, а с офицерами улетал, короче, и этот, как его, и он прилетел, вот, как раз-таки, как он прилетел, он и сказал, типа, бля, пацаны, нахуй, сразу, он, он нам, знаешь, как говорил, если вдруг, что, снимаете бронежилеты, флаги белые, оружие в сторону, и нахуй, вот он, и я, и я, знаешь, я тебе, что скажу, я тогда считал, пидарас, нахуй, этот, не этот, как его, ну, хорошо, а вот другие офицеры, а вот другие офицеры и прапорщики, они же, наверняка, были с ним не согласны, они же знали, что он говорит, там такой, блядь, кипиш был, пиздец, знаешь, там кипиш был, пока не было этой тревоги, был у нас другой офицер один, я тоже, знаешь, я бы его сейчас назвал фамилию, назло, но я его, если честно, фамилии не помню, вот забыл, потому что мрази и фамилии не запоминаются у меня, он ему говорил, эээ, ты чмо, ты саньё, он говорит, пошел нахуй, толбоёб, вот, я просто смотрел на них двоих, я охуевал, они еще в одной палатке жили, я думал, а тот офицер тоже был капитан, или он выше, или ниже, он командир, одного из взводов был, командир батареи, и у нас было два взвода, и один из командиров, вот и парковой, я тебе сейчас рассказываю, я понял, старлей какой-нибудь, старлей или тоже капитан, не, не, старлей, старлей, вот, и он ему говорит, не, чё ты, чё ты там туда-сюда, и он ему говорит, ты долбоёб, иди нахуй вообще, я не знаю, как они в одной палатке жили после этого, и этот, и кстати, у нас была, когда, у нас Славянск хуйня была, туда-сюда, нашу всю бригаду, подымали по тревоге, и мы, блядь, колонной выстраивались, мы такие, оп, все, все, едем ебашиться, ну, грубо говоря, ну, я понял, укропов там, это самое, да, да, укропов убивать, ебаных, потому что они, пи, пи, заливают этой хуйней, как его, монтажная пена, и баб, короче, дело не в этом, и, блядь, этот, как его, этот хуйсос, который с моим командиром спорил, он, нахуй, просто, блядь, побежал в калечку, побежал в калечку, говорит, что у него температура, блядь, и он не может ехать, понимаешь, понимаешь, вот этот хуйсос, вот этот хуйсос, который пиздел на мою, а мой командир, который пиздел, типа, некую там делать, он садился за машину, и, блядь, говорил, пацаны, туда-сюда, если что, там, блядь, бросаем оружие, и он нам говорил, прикинь, такое, бросаем оружие, нахуй, и он футболки какие-то принес, нахуй, свои походу, там, знаешь, там надписи на футболках, там, блядь, эти, такие, знаешь, ну, принты, знаешь, вот футболка есть, и принт на ней, он нам таких штук, 8 футболок принес, и он говорил, нахуй, сразу, нахуй, цепляйте, и вешайте, прикинь, блядь. А что там за принт был на футболке? Да, разные там, А, просто футбол, просто не военная форма, а футболка. роллингстон, а, я понял, я понял, и он нам раздал, но, самое главное, что они белые, 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 я понял, я понял, белого цвета. И он, прикинь, мне мой командир, блядь, приносит, и, а у нас аминометный расчет, он говорит, вот вам футболка, и, если какую-то стрельбу, слышите, сразу, нахуй, поднимайте, прикинь, вот командир, и, блядь, вот честно, ну, жалко его, да? Ну, это герой России, и, и не только Россия, и Украина тоже, я, знаешь, это не только герой, блядь, из-за, из-за этого одного человека, он не командир бригады, он командир одного подразделения, он такого шума навел, то, что целую бригаду не стали туда вводить, а послали нахуй северян, северный флот, спутник, ну, ты знаешь, что они там творили, ты как бы осведомленный, у меня, блядь, слезы накатываются, как этот человек, блядь, пошел против всего вообще, блядь, он отучился же в той же совковой школе, он отучился, ну, в военном училище, и он, блядь, не потерял рассудок, он не потерял мозги, нахуй, он, нахуй, сказал, так, чуваки, блядь, вот вам футболка, вешаете их, и это не было то, что просьба, типа, вот, пацаны, повесите, он нам приказал это сделать, типа, ес, и че, блядь, нахуй, бросаем все, и вот, вот мой приказ, и когда вот колонна выстраивалась на Славянск, и он нам так и сказал, в Урал заходил, а мы же на Уралах были, и он нам в Урал пришел, и по футболкам раздал, типа, вот, туда-сюда, блядь, бросаем нахуй оружие, и все, блядь, понимаешь, он нахуй не хотел вот этой всей хуйни, и, блядь, и потом я узнаю, когда я уже дембелизовался, это, знаешь, это всего лишь-то год, это я не два года, я за год столько хуйни, блядь, насмотрелся, я вообще в ахуе, и, блядь, и нам оставалось по месяца два, и нам доводили, какой он нахуй пидорас, как он избивал, блядь, срочников, а эти срочники, которых он избивал, это мы, блядь, понимаешь, должны были бы быть, по сути, и нам, и его посадили за то, что он, блядь, срочников избивал, ему три года в дисбате дали, нахуй, это, нахуй, вообще, никак, а, то есть, посадили не за то, что он не стал там приказ выполнять, не за то, что он там, в эти белые футболки, а пришили ему избиение срочников, правильно? Конечно, типа он ебашил нахуй туда, написали там в деле, типа, блядь, там он кому-то зубы выбил, блядь, у нас у срочников, все целы, у любого, блядь, он нас даже, он знаешь что, он нас, вот, до этой всей хуйни, это такой командир был, мы там косячим, он нас ни разу не пиздил, он знаешь, он морально так нас уничтожит, что нам самим потом стыдно, то, что мы сделали. Ну, за какую-то хуйню, если за дело. Да, 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 если за дело, не было, он не свал контрабасов, чтобы они нас отъебошили, ничего, он просто говорил, вот он рассказывал, по полкам, так и так, вот вы, долбоебы, туда-сюда, и знаешь что, я вот лежал, и мне было стыдно, что я вот съебался с города, ну тогда вот мы с части съебались, с троем, бухнули, пожрали шаурмы, и вот когда вот мне всю эту хуйню распилил, блять, честно, я даже это повторить не смогу, мне потом было стыдно, я блять, нахуй, до конца службы, счастье не съебывался, вот поверь, можешь верить, может нет, но это друг, это твоем дело. А тебя, а вас поймали тогда, когда вы вот это вот там, шаурму, водяру, да, он нас и поймал, а, он вас поймал, где, в городе поймал? Не, в часть, он просто, да, 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 мы напились просто очень сильно, а нас подъем, а он раньше, он спортсмен, он раньше приходил, он уже в спортивном, я просто шел из кубрика писать, я думал уже, еще, блять, можно поспать, а он в коптерке, смотрю, уже одевается, и он мне, опаньки, иди сюда, и всех нахуй, он знаешь, он просто всех поднял, и понюхал, аааа, кто в городе был, я думал, все, сейчас уебывайте, сейчас ребра сломаю, ну вот, у меня, знаешь, я же в армии служил, я понимаю, типа, и у меня первая мысль, сейчас ребра сломает, ебало разобьет, думал, ну, блять, ну, хуй с ним, я уже такой, а он меня так морально уничтожил, я до конца службы, потом не убегал, хотя потом, после командировки, его у нас убрали, у нас был другой шакал, ну, офицер, блять, даже его, а потом, как вот он меня наставлял, я ни в город не убегал, ничего, я потом просто, знаешь, он меня так уничтожил морально, то, что, блять, типа, объяснил, что к чему, типа, туда-сюда, у вас всего лишь год, вы потом домой вернетесь, нахуй вам это надо, он, он, блять, очень, и вот так вот его, прикинь, наказала судьба, я просто, знаешь, что, мое самое удивление, он в Совковой, той же школе, учился офицеров, там, он учился, там, туда-сюда, а сколько ему лет было, сколько ему лет сейчас? 27, сейчас не знаю, тогда 27, в 14 году было, 27, мне сейчас 26, я тогда в 14 году был помладше, тогда ему было 27, мы даже общались с этим, но это настоящий командир, блять, вот за ним я бы пошел, куда угодно, ну типа, и на пулеметы бы я за ним пошел, а такая хуйня, то что, прикинь, настоящих командиров, в России не надо, не надо настоящих командиров, надо, блять, уебанов, которые, сука, так еще же повесили, фигню, что типа, срочников бил, тогда, типа, он, не, там, повесили не то, что бил, зубы выбивал, я имею в виду, избивал, да, бил, там, зубы выбивал, я же, при мне, он ни разу, он даже леща ни разу не дал, солдату, он, он, знаешь, он такой чувак был, то, что, вот, допустим, мы с тобой вдвоем в срочнике, и вот он командир, он, знаешь, он так хуй, вот так вот, покажет свой вид, и скажет, типа, туда-сюда, так не надо, я не знаю, как ты, а я вот, вот такой сразу, оп, окей, окей, все, 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 чувак, главное нахуй, он просто спортсмен, он этот, как его, кудо, там, туда-сюда, если, он кого хочешь, уебашит, ну, этот, черный пояс у него, покудо, он кого хочешь, ебанет, а он словами так, поставил себя, то, что, типа, чувак, если ты ебанешь, чуть-чуть не так, ты, блядь, охуеешь, и все это все прекрасно понимали, и нахуй, и не было ни разу, чтобы, блядь, он на кого-то руку, и была у нас такая хуйня, у нас там одного лоха, блядь, этим полотенцем натерли, и этого чувака, он за шквирку взял, и войну прокуратуру отвел, прикинь, типа, не то, что, типа, ааа, там, туда-сюда, типа, эти братские, там, недопонимания, и его за это, вот, прикинь, он же как командир, его премии лишают за то, то, что у него в подразделении какая-то хуйня, и он сам лично лишил себя премии, отвертый. то есть, что обычно заминают это все дело, ну, чтобы это наружу не выходило, ну, это ж понятное дело. Наружу, если выйдет, значит, его лишат премии, ну, да, было невыгодно, а он сам зашкварник взял чувака, который лоха зачморил, и он его взял и сказал, ты что, сука, делаешь, это твой сослуживец, ты что, пидорас, или что, ты охуел, и он его в войну прокуратуру отвел, и его нахуй, блядь, премии лишили, и он, блядь, у него и так зарплата, блядь, 30 с чем-то, а ему еще, блядь, меньше заплатили, и он такой, да ему похуй, если честно, было, он такой, он, знаешь, чисто, настоящий, ну, вот, есть, вот, ты Пушкина же читал? Ну, читал. Настоящий офицер? Ну, я понял. Настоящий, вот, без пизды, там, без денег, без какого-то, там, тщеславия, вот, ты родился офицером, ты умрешь офицером, вот, вот он такой, короче, ну, понятно, вот он, да, 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 и, блядь, очень обидно, что его карьеру зачморили, он, блядь, ты реально уехал в Дизбат за, это, избиение срочников, это пиздец, настоящий, а, ну, знаешь, как в России, поощряются же полизы, типа, ты пришел, а, здравствуйте, там, можно я вас куиться, а, конечно, можно, вот тебе повышение, а, настоящий, люди, которые, люди, которые делают историю, они, нахуй, в забвении, и они, нахуй, никому не нужны, вот это, блядь, это самое страшное, это система такая, и он, отучившись во всей этой совковой хуйне, ты сам понимаешь, то, что, все эти военные училища, это совковые, блядь, хуйность, ну, конечно, и преподы, а преподы какие, блин, преподы кто, это полковники, которые, блядь, еще верили в коммунизм, так вот, оп, и эти, блядь, и он, нахуй, не сломался, блядь, и я, блядь, горжусь, что он был моим командиром, честно, я горжусь этим, не могу пока им не сказать, потому что я в России живу, ничего, это самое, а у тебя с ним связи нету, ты не знаешь, где он там, что он там, мы в телеграме общаемся, с ним в телеграме общаешься, но он уже вышел, я ему писал, да, он уже вышел, он сидит, сидит еще, а долго еще сидит, очень долго, ему шьют еще, то, что он в дисбате, он в дисбате, типа, выебал кого-то в жопу, ему шьют, то, что он выебал в жопу, в дисбате человека, ну, ну, ты понимаешь, да, абсурдность ситуации, но это честно, так нельзя жить, ну, 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 ладно, блин, давай, не будь, давай сменим тему, потому что у меня уже, блядь, ну, ладно, давай, я уже поеду потихонечку, давай, бро, короче, блядь, слава Украине, чтобы все у вас было хорошо, спасибо, счастливо, зайдешь потом на канал, если что, посмотришь, слушай, еще раз скажи название, пожалуйста, Александр, а можешь мне его написать, а я его за скринью, ну, вот, напиши, пожалуйста, я пишу, блин, да, да, о, ап, я, да, 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 вот, и все, я тогда посмотрю, там и туда-сюда, добрый, счастливо, счастливо, друг,